Говорит и доказывает Карасев. По-украински это будет так. Говорит и поясню я Карасев. А сегодня поговорим о очередном культурно-лингвистическом или культурно-этническом скандале, который разгорается на просторах нашей Украины. Но имею в виду вся эта история с запретом ввоза в Украину российских изданий Романа Булгакова «Мастер и Маргарита», ну а также и книги Акунина, он же Чхаркишвили, об Фондорине. Ну, кстати говоря, запрещают не самого Булгакова, а именно российское издание Булгакова. На это надо обратить внимание, потому что весь праведный гнев тех, кто выступил против этого решения, какого-то органа, который давно уже надо просто ликвидировать, Госкомитет по радио и телевидению. Зачем? Когда у нас есть НАЦРАДА по телевидению и радиовещания, есть Министерство культуры, еще какой-то отросток, аппендицит. И так, скажем, тех органов культуры, которые занимаются скорее не производством культуры, а производством противоречий, разделений культурных, языковых и других в украинском обществе, которые так испытывают постоянный дефицит сплоченности и единства. Так вот, все-таки надо обратить внимание, что это запрет на воз изданий в Российской Федерации под предлогом того, что там какое-то предисловие упоминаются артисты или писатели, или культурные деятели, которые там не то сказали про Крым. Но в этом важный момент, потому что идет речь не о запрете Булгакова, о запрете продукции, которая производится в России, о культурном продукте, который производится в России. И это важно, потому что здесь проглядывается не просто тупость, или глупость, или наивность, или еще какие-нибудь там дефекты, дефициты, как культурные, так и мыслительные какого-то конкретного отдельного чиновника, а сколько идеологическая линия украинской государственности, поскольку в этом проявлено, ну, скажем так, важное свойство нынешней политики государственной, не только в области культуры, которая вот рассматривает Россию, не просто путинскую Россию, а Россию в целом, как досоветскую, советскую и послесоветскую, нынешнюю Россию в качестве абсолютного предельного врага Украины. Вот на что надо обратить внимание. А если Россия – это абсолютное зло, абсолютный враг, империя зла, предельный враг, то вот это состояние вражды, которое проявляется вот такого рода решение, оно имеет важнейшие политические, геополитические, не говоря уже о культурных, последствия, потому что возникает вопрос, а в чем смысл существования украинской государственности? Постоянный вражде с Россией, даже учитывая незаконную аннексию Крыма и оккупацию на Донбассе. Что? Украина вот должна объединяться вот в этом порыве праведной и постоянной, даже вечной, столетней, а несколько столетней войны с Россией, до Петровской, Екатерининской, Романовской, потом Советской и послесоветской. И сможет ли вот этот абсолютный враг сплачивать Украину? Может ли сплачивать Украину и украинцев, формировать политическое единство? А именно в этом проявляется и сущность народа. Народ – это прежде всего политическое единство, а не демографическое или статистическое категория. Для этого есть население. Народ – это политическое единство. Так вот, может быть, украинский народ и его политическое единство, и народ украинский как политическая сущность, как политическая субстанция, объединено вот на этой основе. Но Порошенко пытался это сделать, армия Верумова, это же на это рассчитано, на то, чтобы сплотить, объединить, мобилизовать украинцев против России и таким образом сформировать некую новую цельную общность. Несмотря на то, что это создавало ряд и создает ряд серьезнейших проблем для украинского единства, ну не говоря уже о том, что Порошенко потерпел поражение, электоральное поражение в 19-м году. Да, политика Зеленского в стиле какая разница, политика уклонения вот этих идеологических вызовов, политика политического нейтралитета или политических нейтрализаций, она в свое время давала, ну, какую-то Украине передышку для того, чтобы вот это все опять, которое было, скажем, учреждено после 2014 года, опять не вылезло и не полезло после того, как Байден выиграл выборы. И как фактически мы сегодня наблюдаем, ну такой пробайденовский, соровский, ну если не переворот, то поворот украинской политики, поскольку если все положить вот сразу на стол и ситуацию по моторсичи, с санкциями против китайского инвестора и так далее, и так далее, вот, и закон, который вступил в силу 16 января, закон о функционировании украинского языка, государственного языка, и вот эти все штучки-дрючки с запретом ввоза российских изданий Булгакова и Акунина, это все выстраивается в некую линию прозападного поворота, если не переворота. Так, в украинской политике после победы Байдена на президентских выборах и гегемонии демократов не только в Америке, но и с попыткой этой гегемонии вернуть эту гегемонию на европейский, а затем и постсоветский театр военно-гибридных действий, скажем, это так. Так вот, возвращаясь к идее России как абсолютного врага, мы можем построить что-то конструктивное на этом? Мы можем объединить украинцев на этой основе? Ну, показали, что 14-й год, 15-й год, да, много дал, но общего сплочения не произошло, и, наверное, единство украинцев должно строиться на иной основе. Кстати говоря, и не на основе языка, потому что украинская принадлежность или принадлежность того или иного украинца к Украине, его политическая лояльность к украинскому государству обеспечивается не способности или намерений говорить на том или ином языке. Не прав, абсолютно не прав Тарас Кремень, уполномоченный по языковым, языковый полномоченный, скажем так, Украины в том, что язык или украинский язык, использование украинского языка, это есть основа конституции Украины. Ничего подобного. Украина учреждалась как мультиэтническое, мультикультурное и мультилингвистическое государство в 1991 году. Что объединяло украинцев в 1991 году? Вера в украинскую независимость, вера в то, что на территории бывшей советской Украины можно построить успешное, цивилизованное европейское демократическое государство. Это была и есть украинская гражданская религия. То, что в Америке называется американской мечтой, то, что в Европе называется социал-демократической моделью, вера в демократию и в социальную, ну скажем так, частичную хотя бы социальную справедливость. Это касается Украины. Вера в Украину как успешное, православное, славянское, украинское, мультикультурное государство в Украину политическую, гражданскую, территориальную, европейскую, а не этническую, узкоэтническую, узкопровинциальную, узкоместечковую. Которая, скажем так, имеет только ограниченный территориальный ареал, не всю Украину. Так вот, вот это было и как раз основной идеей, учредительной идеей Украины в 91-м году. Вот это была национальная идея Украины. Она сохраняется, несмотря на то, что в 90-е, 2000-е годы на смену этой идеи стала фактически внедряться коррупционная идея. Идея коррупции, всеобщей коррупции, как национальная идея. Верхи только коррумпируются по-крупному, а по-новому, там в 14-м году или там в 10-м году. А внизу, ну, люди выживают и тоже, скажем так, через разного рода обменные, бартыные, квазикоррупционные механизмы и инструменты. Ну, поскольку, а куда деваться, куда деваться, да, врачу, учителю и другим массовым профессиям, если коррупция тотально вверху. Понятно, что вот эта коррупционная идея, как, скажем так, суррогат национальной идеи, которая получила развитие в 90-х, во второй половине 90-х и 2000-х годы, но не может быть долго доминировать, потому что коррупция по-латыни означает разложение. Не может быть разложение национальной идеи. Да, может существовать в рамках этой идеи, но это не может быть идеалом. Это не может быть дороговказом. Это не может быть компасом национального строительства, национального развития и государственного роста. Понятно, что сейчас после одного Майдана, второго Майдана, который во многом был разным, но во многом и был антикоррупционным, и возникает вопрос, а как вернуть вот эту объединительную, масштабную, продуктивную, а не негативную, не деструктивную национальную идею. Ведь можно такую национальную идею выдвинуть, которая будет просто деструкцией по отношению к той Украине, которая должна быть европейской, демократической и экономически спешной и социально справедливой. Так вот, нам как раз после 2014 года навязывают уже постоянно через вот эту армию Верумову, через создание поместной церкви, так сказать, новый церковный раскол в рамках православия, через вот этот языковый закон навязывают вот эту новую национальную идею. И фактически это переучреждают Украину в этническом плане, в этническом направлении по модели этнического национализма. То есть, ты украинец тогда, когда ты говоришь украинским языком, чишь только украинские традиции, только украинскую культуру, литературу и так далее. Вот то, что называется украинизацией и этнизацией украинской культуры и украинской политической нации. Но Украина же понятие политическое, а не этническое. Мы принадлежим к Украине, мы лояльнее Украине, мы лояльнее украинской идее, украинскому государству, не потому, что только есть украинский язык, потому, что есть и другие языки, общение в обществе, есть другие формы культуры, потому, что культура Украины, она многообразная, она разнообразная, она сложная, а не простая, она большая, а не малая, она великая, а не местечковая, провинциальная, хуторская и тому подобное. В Украине всем многообразным культурам языка должно быть место. И украинцы это те, кто как раз и чтят, уважают, ценят вот это многообразие. Это не значит, что украинский язык не должен быть государственным языком, ни в коем случае. Но это язык административный, это язык бюрократический, это язык государственной службы, бюрократии и так далее. Чего этот язык должен быть в сфере частного бизнеса? Ведь это же частно-приватная сфера, частно-правовая, а не публичная сфера. Это не государство. Частный бизнес – это экономика. И государство не имеет к этому отношения. Почему там должны люди, коверкая украинский язык, украинский слог, эту украинскую мелодику, вот этот украинский мелос, коверкая, говорить под принуждением. Тем более, что это частная сфера. Так, еще раз говорю, конституционность или конституирование Украины, конституция – это из формы конституирования, учреждение Украины, учреждающая власть в Украине, конституция оформляет учреждающую власть в учредительную власть, она не была связана исключительно с украинским языком. А как раз и с тем, что русский язык – это тоже язык Украины. И русский мир, который, скажем так, который критикуют или от которого хотят отъединиться вот те, кто принимал решение о запрете ввоза сюда книги Булгакова, под предлогом того, что это книги русского мира. Вообще русский мир. Акунин и Булгаков и другие – это русский мир, который несет угрозу какому миру? Украинскому? Или еще какому-нибудь? Так? Или вообще что такое русский мир в Украине? Что такое украинский мир? Это что, украинский мир, западноукраинский мир? Это мир Львова, Ивано-Франковской, Тернополя? Или украинский мир – это европейский демократический мир, в том числе и с русским? Потому что не надо путать русский мир и российский мир. Русский мир и московский мир. Московоцентризм и Киевоцентризм. Ведь русская земля, святая Русь, она же пошла все-таки с Украины, с Киевской Руси. И как раз Украина имеет абсолютное право на русский мир. И если Украина отдаст это право России, а Россия – это не русский мир, это российский мир. Так мы только отдаем, скажем так, если уже вы сходите из логики вот этого товарища или пана. Так что мы должны русский мир отдать Путину, Россию? А почему? Что Украина не имеет права на русский мир, на достижение русского мира, на Киевскую Русь, на православие. Кстати говоря, Киевское – это православие, оно во многом создавало нынешнее, скажем так, российское православие. Ведь Петр Первый выписывал в Москву, или в Петербург, извините, да, в Петербург, выписывал украинских, украино-греческих попов, и Феофана Прокоповича, и других греческих попов из Киева Могилянской Академии, и так далее, для того, чтобы они создавали вот новое российское имперское православие. Но давайте же на это тоже посмотрим. Поэтому русский язык – это тоже Украина. Русский мир – это тоже Украина. Это историческая Украина, которая создавала вот это все во многом. Русский мир, русская культура, опять-таки, еще раз, не путать с российским миром, или с московским миром, или еще какими-то мирами. И, с другой стороны, надо тоже принимать во внимание то, что русским языком пользуются. Но если не большая, то очень большая часть украинцев, и не будут они вот так вот просто игнорировать русский язык, потому что русский язык – это не только язык Украины и украинцев. В большой части Украины – это языки большой мировой культуры. В российской культуре или в русской культуре, как писали классики, всегда было две культуры. Была великая европейская культура, освободительная миссия, гуманизм, человекоцентризм была, и черносотенная культура. Но это не значит, что она была вся черносотенная. Но это не значит, что мы не должны использовать и культивировать лучшие, великие, вселенские, духовно-гуманистические черты русской культуры, писательства и так далее. Ведь это же только добавляет Украине и украинцам, и украинской культуре своего аутентичного национального богатства, культурного богатства. Вот с этим и нужно дальше подумать, а как мы можем двигаться в будущее, этнизируя Украину, заставляя других этнизироваться. Да вот сейчас уже социологические исследования, проведенные Центром социальный мониторинг, показывают, что после имплементации, введения в действиях закона о языках или официально функционировании украинского языка государственного, и в связи с тем, что заставляют в сферу бизнеса, контактов, супермаркетов, в публичной, частной сфере, заставляют, в негосударственной сфере, подчеркиваю, заставляют, принуждают использовать только украинский язык, начинается разделение на тех, кто использует только украинский язык и тех, кто использует в семье, причем намеренно, культивируя специально только русский язык. Не происходит ли это то, что можно назвать лингвистическим расколом, лингвистическим, лезвитической расприями, или лингвистической холодной гражданской военной, или культурной гражданской военной, холодной гражданской войной. Но потому что разве этим мы не конструируем отдельный культурный слой, общину, страту. То исключительно русскоязычные, которые в пику будут говорить только на русском языке, воспринимая как украинский язык враждебным. И, кстати говоря, такие люди живут, могут проживать компактно на определенной территории. А это уже более серьезно. Одно дело, когда это рассеяно по территории, а другое дело, когда это компактно на определенной территории проживания. Компактное проживание. Значит, получается, что вместо того, чтобы культивировать вот этот билингвизм, то есть свободное владение и переход с русского на украинский, украинский на русский, мы сейчас специально вводим границу, разграничительную линию, раскол, клевиш, как угодно можно назвать, только на украинский, только на русский язык. Это что, единство? Это что, лингвистическое единство? Это что, политическое единство? И в конечном счете, разве Украину и украинцев объединяет язык? Нет. Не только и не столько язык, сколько вера в Украину, в ее будущее европейское, вера в демократическую Украину. В конечном счете, мы отличаемся от всех других посоветских государств тем, что у нас всегда была смена власти, что у нас работают демократические процедуры. Плохо, да, коррумпировано, но, тем не менее, механизм смены элит у нас давно освоен. У нас шесть президентов, не все из них успешные, как правило, не успешные, но все-таки их шесть, а не один. В Украине не было монархов, не было самодерцев, не было династий. И это, в какой-то степени, дает нам шанс на европейское демократическое будущее, которое мы сейчас, сегодня же, руками многих недоумков, глупых людей, а иногда скрытых и открытых врагов Украины, ну, иногда можно быть врагом Украины или врагом по глупости просто, а некоторые явно, скажем так, начинаем уничтожать вот это культурное многообразие Украины, начинаем Украину делить, начинаем Украину превращать в этническое понятие, а не государственно-гражданское политическое понятие. Начинаем строить этническое государство, вместо того, чтобы строить правовое государство, государство с верховенством закона, а не государство с верховенством одного языка. Есть же разные вещи. В конечном счете украинцы всегда считали себя украинцами не потому, что они говорят исключительно на каком-то языке, украинском или русском, а потому что они живут в большой, великой историческом плане и в будущем стране, у которой есть шанс на реальное, успешное европейское, демократическое будущее. Но вот тогда этот шанс реализуется, когда мы будем понимать, что этнизировать Украину, провинционализировать Украину невозможно. А если кто-то хочет ее этнизировать, то должен понимать, что это ведет к расколу народа, к подрыву его политического единства и в конечном счете к расколу государства, распаду государства и выделению ее на отдельное начало общины. Бывают случаи, когда есть одно государство, но несколько общин лингвистических языковых. Возьмите Бельгия. Фламандская, Волонская, Немецкая. Ну и не очень, скажем так, но тогда это федерация. Или возьмите Прибалтию. Есть община русскоязычная, есть общины национальные, скажем так, которые и правят. Но я не думаю, что для Украины это успешный образец или хороший вариант, или за этим в Украине будущее. Поэтому вот на что наталкивают, на какие размышления наталкивают вот эти, ну логичные с точки зрения вот этой борьбы с русским миром в Украине и со всем русским в Украине. Логичные с точки зрения этнизации Украины. Логичные с точки зрения трансформации Украины из понятия политически, территориального, географического, гражданско-правового, гражданско-политического в этническое. Фактически это переучреждение Украины. Не на это мы подписывались в 1991 году. Так что борьба предстоит нешуточна. Но главное, власти уже хватит отсиживаться за мемами «какая разница?», хватит уже заниматься политическими нейтрализациями. Пора сказать веское слово. Не делить Украину по культурным, языковым и другим этническим, литвистическим проблемам. А Украину надо объединять. Кстати говоря, в этом и задача власти. Так что объединяйтесь. Объединяйте. А то проиграете. А то проиграем. Это был блог «Говорит и доказывает Карасев». Не забудьте подписаться. Жду наших подписчиков. Все интересное только впереди. Спасибо.